Оно источник калия, белка и, конечно, кальция, который является незаменимым элементом для здоровья зубов и костей. Молоко в списке покупок любой семьи. Сегодня за один литр придется потратить от 60 до 120 рублей, в зависимости от жирности и производителя. Сегодня популярна натуральная продукция. Если говорить о молочном, мы сейчас находимся в молочном ряду, молочно-сырном ряду. То, соответственно, натуральное молочко от коров, от коз, а не из порошка, а не из пального масла. Да, потребитель ищет натуральный продукт, он хочет правильно питаться, здоровой пищей питаться. И не только молочко, продукт из молочка соответствует. Молочко – это исходник всей этой продукции. Творог, сметана, масло – пожалуйста. В среднем творог стоит от 50 до 130 рублей за полкилограмма. Маленький стаканчик сметаны – от 50 до 75 рублей. Цена йогурта – от 12 до 50 рублей, питьевого – 60 рублей, а фермерского – около 100. Иркутяне отдают предпочтение местным производителям – молочной продукции из заводов области и фермерских хозяйств. Я покупаю часто деревенское молоко, делаю с него кофе, кашу варю ребенку, также покупаю сыр деревенский, делаю ребенку бутерброда, хотелось бы, чтобы ребенок кушал натуральные продукты. Стоимость сыра зависит от вида и сорта. Диапазон цен очень широка – от сырного продукта местных производителей за 500 рублей до пармезана за 4000 рублей. Продавцы рассказали, что ассортимент стал больше и покупатель стал интересоваться разными видами сыра и больше экспериментировать. Но напоминают, что покупая любую молочную продукцию, нужно, конечно, обращать внимание на срок годности.